Кулемка Сделана она полностью из дерева, нет ни одной металлической детали Рубить их лучше осенью, до промерзания дерева, или же весной, когда нет жары и гнуса В выбранном месте подбираются три дерева Между двумя основными расстояние 1,5-2 метра На высоте 1,6-1,7 метра из двух деревьев делаются вилки Длина вилки на одном дереве должна быть не менее 30 сантиметров На другом может быть и меньше В обе вилки укладываются две жерди толщиной сантиметров 8 Нижняя жердь это порожек С одной стороны выходит сантиметров на 5-10 С другой стороны сантиметров на 30 На длинном конце делается зарубка В эту зарубку упирается конец верхней жерди, чтобы не соскальзывал Сверху кладется вторая жердь Довок Один край упирается в зарубку, чтобы довок не сдвинулся Второй край более длинный Удобно браться рукой На третьем срубленном дереве делается выемка На довок одним концом кладут жерди Второй конец на выемку Сверху кладется жердь или палки Это основание крыши Крыша делается из лапника Хороша для этого пихта Крыша преграждает подход зверька к приманке сверху И маскирует ее от птиц Ставится сбежек Верхний край упирается в ствол дерева рядом с порожком Другой край упирается в землю Угол между сбежком и порожком около 30 градусов При таком расположении Зверьку удобно тянуться за приманкой со сбежка Хотя конечно он может подняться и по стволу И с крыши спуститься В кулемке применяется настораживающее устройство Челачного типа Состоящее из щелака и насторожки Сам щелак делается заранее Для изготовления щелака берется сухая рейка Шириной сантиметра 3 Толщиной 1,5-2 сантиметра Это рейка Толщиной 1 сантиметр В охотничьей литературе Про изготовление щелака много написано Делается поперечная прорезь Потом рейка раскалывается вдоль Получаются вот такие две детали Этот челак сделан из рейки потолще Длина сложного челака может быть различна Делают охотники и длиной 10 сантиметров Этот челак 14 Этот челак 16 Максимальный размер челака Это 18-20 сантиметров Для того, чтобы челак не потерялся в снегу Делают отверстия И детали челака связываются между собой Капродовой ниткой При установке Привязываются или обматываются Вокруг нижней жерди На сторожку делают из прутка Толщиной 1 сантиметр Длиной 50-60 сантиметров При такой длине Тонкий край на сторожке Втыкают в крышу Делают их и короче Сантиметров 25-30 На толстом конце прутка Делается вырез Глубиной Миллиметров 5 Длина его Миллиметров на 5 Больше чем Толщина сложенного челака Делают чела как с боковой на сторожке Так же делают И с нижним расположением На сторожке Миллиметров на 4 Делают вилку Время надо Есть вариант попроще Дерево срубается Подрубается На расстоянии Сантиметров 35-40 Стесывается От оставшегося ствола Сантиметра 80 Отрубаешь Стесываешь И прибиваешь Получается Та же самая вилка Стесываю 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 Жердь, которая служит и грузом, и крышей, можно закрепить при помощи рогатулины, прислоненной к третьему дереву. Ничего не прибивается. Более проста в изготовлении кулемка с помощью скоб. Время на ее изготовление требуется меньше. Скобы делают заранее, из столистой проволоки диаметром 5-7 мм. Длина скобы 40 см, по 15 см загибаются концы, 7-8 мм забиваются в ствол, и 7 см остается, чтобы ставить жерди. Вторая скоба может быть и короче. Концы острые, чтобы легче было забивать. В скобы вставляются две жердьи. Жерди не прибиваются. При таком варианте, если зверек замерзнет калачом, его легко будет снять. Деревья лучше срубить, иначе при сильном ветре деревья шатаются, и кулемка может сработать, расторожиться. Иногда бывает так. Подойдет куница к самолову, покрутится, повертится, вокруг натопчет, а приманку не берет. То ли сытая была, то ли приманка ей не нравится. Настораживающий механизм этой кулемки состоит из сторожка и рейки-насторожки. При такой системе насторожки, зверек, заинтересовавшись запахом приманки, наступает на насторожку. Она опустится вниз, и сторожок выскочит из зацепления с ней. И освободившийся довок опустится на порожек. Сторожок привязывают проволокой или тросиком к верхней части скобы. Алюминиевая и метная проволока хуже, она вытягивается. Насторожка одним концом привязывается к порожку проволокой. Можно и гвоздиком прибить. Изменяя глубину зацепления, сторожка и насторожки, можно регулировать чуткость. Очень чутко настораживать ловушку не следует. Иначе ее будут захлопывать мелкие птицы. Продолжение следует... Продолжение следует... На жердь, которая является грузом, на расстоянии 15-20 сантиметров от верхней жерди, от давка, вешается приманка. При таком закреплении приманки, чтобы ее взять, куница должна наступить на насторожку. Принцип работы кулемки следующий. Куница, обнаружив по запаху приманку, поднимается по сбежику или по стволу. Пытаясь добраться до приманки, наступает на насторожку. И зверек пойман. Нередко в качестве приманки используют сильно проквашенную мойгу или змею. Запах от них очень сильный. Но их приходится ложить или в мелкую сетку, или же в банку. Что проще? Лучше банку брать из-под сгущенки или тушенки. Пробить отверстия. Сплющить. На проволочку. И приманка работает. Мелкие птицы меньше такую приманку растаскивают. Настораживающий механизм состоит из старожка. Длиной 18-20 см. Шириной 2-2,5 см. И толщиной 1 см. И планки насторожки. Длиной 50-60 см. Шириной 2-3 см. В зависимости от способа зацепления. Нижний конец старожка можно заострить. В этом случае планки насторожки делают поперечный вырез. Можно конец старожка и закруглить в виде штыря. В таком случае в планки насторожки светлится отверстие диаметром 1 см. Штырь должен свободно обходить. Можно и ножом проковырять. Эти детали можно сделать как дома, так и на месте, подобрав подходящий сук или пруток. Делается кулемка и при помощи гвоздей. В выбранном месте подбираются два дерева, срубаются. Из вершинки делается кол. Топором сучки срубить и прибить к стволу вертикально. Кол прибивается к стволу неплотно, с зазором, чтобы входила нижняя жердь. Чтобы было более крепко, можно прибить не на один гвоздь, а на два. В этом варианте нижняя жердь ложится на гвоздь. Можно взять палку и прибить между стволом и колом. Палка сантиметров 60 длиной. Кол и палку к стволу прибил гвоздем на 150. 50 миллиметров кол, 50 миллиметров палка и 50 миллиметров зашло в ствол. Нижнюю жердь с другой стороны прибил гвоздем поменьше. С этой стороны нижнюю жердь не прибиваю. Если зверек замерзнет калачом, то легко будет снять. Прибил верхнюю жердь. Расстояние между жердями приблизительно около двух сантиметров. Осталось сверху жердь положить для груза, крышу сделать, да челак поставить. И кулемка готова. Насторожку сделал из прямого прутка длиной 50-60 сантиметров. Делаю ее или из елки, можжевельника или из рябины. На толстом конце сделал вырез для челака. Тонкий заострил, чтобы легче одевать приманку. Приманку размещаю на расстоянии 15-20 сантиметров от челака. Насторожка своим вырезом. Соединяет две половинки челака, не дает им распасться. Тонкий конец прутика вставлен в крышу. Кулемка с такой системой насторожки работает следующим образом. Куница, найдя приманку, поднимается по сбежику, тянет приманку. Насторожка сдвигается, соскальзывает с челака, и две половинки челака распадаются. Верхний довок освобождается и падает вниз. Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует...